Здравствуйте! В студии Дарья Самородова предлагаю вашему вниманию выпуск новостей. Начали коротко о сегодняшних темах. Глава города Марина Трескова накануне профессионального праздника посетила коллективы организации жилищно-коммунального хозяйства. Лампа молодежки разгорается все ярче и ярче. Арт-резиденция и ТВА успела открыться, как уже стало местом притяжения для молодых активных инициативных подростков. В викторине всей семьей приняло участие больше 11 тысяч лабытанцев и храповчан. Теперь победители розыгрыша получают подарки. Вручили и самый главный приз – ключи от квартиры. Яркими событиями завершилась неделя молодежи. В восьмой школе состоялся фестиваль активности. Пока родители выбирали президента, дети без дела не сидели. Впервые в Лабытанге прошло первенство Ямала по шахматам. Среди детей участвовали полсотни мальчишек и девчонок. Глава города Марина Трескова накануне профессионального праздника посетила коллективы организаций, которые напрямую ответственны за то, как выглядит наш город, как функционируют его системы. Работа специалистов Управления жилищно-коммунального хозяйства, возможно, заметна менее остальных. Но их труд от этого не становится менее ценным. Именно они налаживают механизм работы всех остальных служб. Бойцы невидимого фронта, которые помогают любому абсолютно человеку в нашем городе, вне зависимости от ситуации, независимости от логики. Хотелось бы, чтобы ваш труд был оценен достойно, чтобы в ваших семьях был мир, спокойствие, благополучие. Чтобы счастье вас окутывало своим теплом, чтобы у вас все было в жизни так, как вы хотите, только на пятерку. Побывала Марина Трескова еще на двух предприятиях, где сотрудники отмечают этот праздник – ЖКХ «Ямал» и «Комфорт». Это нельзя назвать сугубо официальным визитом. Встречи больше похожи на беседу друзей. Вы надежные, вы преданные городу, вы свои, поэтому с вами всегда в любую разведку. На самом деле я искренне благодарю вас за тот труд, который вы вкладываете в общее дело преображения муниципалитета. Глава отметила заслуженных сотрудников грамотами и благодарственными письмами. Настроение во всех коллективах царит самое бодрое. Это не только из-за профессионального праздника. Город живет, смело смотрит в будущее. Значит, этим людям и работы, и счастья хватит. Лампа молодежки разгорается все ярче и ярче. Арт-резиденция едва успела открыться, как уже стало местом притяжения для молодых, активных, инициативных подростков. В минувшие выходные для них были организованы тематические площадки для прокачки их творческого потенциала. Если видишь, что я на тебя иду, я в глаза, в тебя глаза смотрите, то уже стартуй, пора, пора, пора. Театр импровизации – коммуникативная площадка. Ребята знакомятся, учатся общаться без зажимов. Импровизация – довольно сложный жанр. Это скорее дар. Если его нет, то не беда прокачать этот навык, помогут специально обученные люди. Когда ты выходишь на сцену и перед тобой зрители, и у тебя в голове нет ничего, конечно, в этот момент возникают трудности. И вот как раз таки импровизация, сама тренинговая часть, учит с этими трудностями справляться. То есть это не только работает на сцене, это работает и в жизни, потому что сложные ситуации у нас возникают всегда на работе, при трудоустройстве, при коммуникации с другими людьми и так далее. Смешно, здорово, молодежно. Олег Вешкурцев – руководитель театра комедийной импровизации «Брэкфастбэнд» города Тюмень. В Лабытанге веселые ребята приезжают уже не в первый раз. Очень непривычно находиться в формате импровизации, где тебе надо шутить, дурачиться, ошибаться, и при этом это нормально. Вот поэтому два года назад первый раз Олег приезжал сюда с импровизацией. Это было невероятно классно, и мне кажется, что это очень интересное направление, в котором хорошо бы себе попробовать молодежи. Я фотограф, и я хочу добавить к съемкам, делать такие коротенькие видео на память, как бонусом, что ли, в подарок. Но я не умею делать эти видео, либо я, допустим, забываю вообще, что их нужно снять. И когда мне дали информацию, что сегодня будет выступать спикер с такой темой, я думаю, так, это знак. Тема импровизации продолжилась уже в формате видеосъемки – сторисы, клипы, рилсы. Молодежь ведет активную жизнь в социальных сетях. Максим Озелов познакомил ребят с азами профессиональной съемки и видеомонтажа. Сейчас появляется новая техника разнообразная, которую можно использовать из рук съемку, стабилизаторы внутренние в телефонах. Но иногда это губит картинку. Снимать при свете, который поставлен отдельно, или, например, на улице при живом источнике света. Не снимать в темных комнатах. Илья Чеп – человек-оркестр, хотя без образования. Музыку любил с детства. Сначала слушать, потом писать. В 16 лет впервые взял в руки гитару. Реализовать свой инструментальный талант в полной мере смог в составе лабытнанской панк-рок-группы. В эпоху интернета это все очень легко. Забиваем просто в YouTube, повторяем, делаем самое главное – желание. Желание не слушать людей. Очень много людей на пути, которые говорят, что это уже не актуально, это уже никому не нужно. Я видел, как это кто-то делает лучше. Нет, это ни в коем случае говорить не надо. Слушать таких людей, вернее, это не надо. Пробуем, учимся. Ты сможешь все. Просто свети ярче. Арт-резиденция «Лампа» – территория для смелой молодежи. Готовы открывать для себя новые возможности творческого развития. Светлана Акель, Григорий Волков, информационное агентство «Лабытнанги». В викторине всей семьей приняло участие больше 11 тысяч лабытнанцев и хорповчан. Теперь победители розыгрыша получают подарки. Ноутбуки, телевизоры, велосипеды, роботы-пылесосы, смартфоны и другие. И сегодня вручили и самый главный приз – ключи от квартиры. Для Натальи Котеговой – это один из самых волнительных моментов в жизни. Иметь свое жилье было ее мечтой, которую, казалось, еще не скоро возможно реализовать. Но в решающий час розыгрыша фортуна оказалась на ее стороне. Счастливый билет участница викторины всей семьей выбрала из тех, что выдали в учреждении. Работает Наталья Котегова диспетчером в «Ямал-Транстрое». В Лабытнанге вместе с супругом переехала из Казахстана четыре года назад. Возможности приобрести свое жилье у них не было. Паре предоставили от работы служебное в микрорайоне Обском. Но благодаря викторине теперь они стали обладателями своей собственной квартиры. И вот сейчас только я почувствовала вот это вот. Вот это я сейчас почувствовала, когда я получила ключи, когда я посмотрела квартиру. Вообще это здорово. Это вообще здорово. Я никогда не верила, что можно, правда, можно получить квартиру, выиграть ее. Я вообще не верила. Дети очень рады за меня. Дочка говорит, мама, я мечтала, что когда-то ты будешь в квартире, потому что ты все для нас сделала. А ты так и не поживешь. Ну, наконец-то. Другие подарки розыгрыша сегодня тоже получали участники викторины. Это робот-пылесос, ноутбук, набор инструментов, беспроводная зарядка и многое другое. Например, Надежда Пухова выиграла наушники, которые, кстати, были ей как раз нужны. Только вечером увидела, что у меня есть смс, прочитала. Сразу направила сыну, чтобы он посмотрел, что это такое. Сказал, мама, это вещь то еще, надо идти забирать. Ну как, пригодятся вам наушники? Так это то, что я хотела. У меня есть это в целях. А вот студент Ямальского многопрофильного колледжа, активист движения первых, Степан Киприн, выиграл телевизор. Просто решил получаться, попробую, что получится. Особо ничего такого не ожидал. Потом вечером спать лег, смотрю, смс пришел, открываю, потом смс, что телевизор выиграл. Да, в самом начале я глазам даже не верил, что так будет. Получить свои подарки победители викторины могут по адресу площадь Нака, дом 1, муниципальный проектный офис. С 14 до 17 часов. С собой нужно взять паспорт и на ННС НИЛС. Карина Щербакова, Григорий Волков, информационное агентство Лабытнанги. Яркими событиями завершилась неделя молодежи. В восьмой школе состоялся фестиваль активностей. Пока родители выбирали президента, дети без дела не сидели. На площадках можно было и конструктор Лего собирать, и дронами управлять, и с оружием поупражняться. Подробности в следующем сюжете. Ребята учатся летать. В руках пульт перед глазами монитор. Так происходит пилотирование в симуляторе. Перед тем, как совершить полет на дроне, школьники осваивают технику на специальном тренажере. Да! Я полетела! Я смогла! Первый круг сделал! Ура! Рекорд! Научился работать в симуляторе, можешь запускать настоящий дрон. Илнар Габдрахманов перед полетом проводит инструктаж. Времени на обучение немного. Все происходит в экспресс-режиме. За короткое время приходится объяснять основные нюансы. Когда мы говорим уже о полноценном обучении, то только несколько занятий тратится на технику безопасности. И на рассказ о том, на каких принципах работает беспилотник, из чего он устроен, как работает, какие внешние условия влияют на его работу. Потому что не понимая, как все устроено внутри, безопасно и эффективно работать с ним не получится. На имитированной авиаплощадке можно почувствовать себя пилотом, не отрываясь от земли, погрузиться в состояние полета. Это прям вообще необычно. Ты когда вот это вот запускаешь его, такое, будто бы ты не понимаешь, чем управляешь. Управлять дроном – мечта любого современного ребенка. Впрочем, здесь на площадках можно не только полетать, но и научиться оружие собирать, разбирать. Рахеля справляется с автоматом Калашникова не хуже мальчишек, а то и лучше. Весь процесс у хрупкой леди в погонах занимает 36 секунд. Со временем приходит, но я уже два года разбираюсь, собираю автомат. Вот, на перемены там, когда время бывает, я прихожу, там разбираю. Следующая станция – кинопоказ. Фильм о войне – знакомить детей с историческими событиями. Патриотизм, храбрость, доблесть и честь. Только после просмотра военной картины понятия обретают истинный смысл, превращаясь в реальные ценности. Этот фильм учит подрастающее поколение тому, что надо помнить, что происходило во времени Великой Отечественной войны и не забывать победы наших предков. Одна из самых популярных площадок – аквагрим. Юные художники рисуют на лицах и руках российский флаг. Чуть дальше в школьной библиотеке погружаются в настоящую сказку. Русские девицы в костюмах знакомят гостей с традициями и обычаями Руси, рассказывают о празднике Масленица, проводят конкурсы, викторины. Кто-то пошел на аквагрим, ну именно я, кто-то пошел на лего, а там еще булочки продавались. Кто-то пошел туда, кто-то собирать и разбирать автоматы. В общем, мне нравится этот день. Плюс можно приходить не в форме, как всегда, этот камуфляж, бежевая рубашка, а можно прийти в чем-то другом. Фестиваль посетили больше ста мальчишек и девчонок. 18 площадок активности в восьмой школе работали в течение всего дня. Пока родители на выборах голосовали, дети не скучали. Рай Ермолаева, Владимир Николаев, информационное агентство «Лабытнанги». Впервые в Лабытнанге прошло первенство Ямала по шахматам среди детей. Юные шахматисты сошли с схватки интеллектуалов, участвовали полсотни мальчишек и девчонок. Им бы в куклы до машинки играть, а они в бой за шахматного короля идут. За черно-белыми досками собрались юные умы ямальской земли. Самому младшему пять лет, старшему нет и десяти. На вот этой доске какая самая главная фигура, и что она может, и что она умеет? Самая главная фигура – это ферзь и король. Король – это вся партия. Потому что если ему не поставить шахмат, то никакой партии вообще не будет. Второй тур – вторая победа. Своей сопернице Ярослава Шевелева поставила детский мат, завершив партию за три хода. Интеллектуальный поединок проходит по швейцарской системе. Играют восемь туров. У кого больше очков, тот и выиграл. Плюс одно в копилку – Расима Исимбаева. Шахматами он занимается два года. Себя считает сильным игроком. В чем главные ошибки были твоего соперника? Как ты думаешь? Ну, он ракернулся не в правильную сторону. А в правильную сторону – это какая правая, левая сторона? Ну, просто у него там была уже съедена пешка, и он ракернулся туда. Да, и поэтому я его там встану. Меня ферзи забрали, и закончилась моя партия. Обидно? Да. Наверстаем следующей партии? Выиграли. Уж некоторые дети после поражения начинают сразу плакать, все. И на следующий тур уже их настроить очень тяжело. Поэтому мы объясняем, что и великие шахматисты тоже проигрывали. Поэтому в этом нет ничего такого страшного. Шахматы – удивительная игра, содержащая в себе науку, искусство и спорт, который требует повышенной концентрации внимания и усидчивости. Последнего маленьким шахматистам явно не хватало. Там надо думать головой, а не бить луками. Расскажи, как у тебя сегодня твоя партия завершилась? Хорошо. Выиграл или проиграл? Поиграл. Проиграл? Ты считаешь, хорошо, да? Как ты думаешь, в чем была твоя ошибка? В том, что я сильно быстро ходил. Поспешишь – короля насмешишь, или ферзя потеряешь. В шахматах нужно анализировать и просчитывать каждый ход. А то и два – наперед, уверен Михаил Смирнов. Последняя партия ему далась тяжело, но он ее выиграл. Я еле-еле увидел тот выигрыш слона, который уже в выигрышный пошел. Соперник предлагал тебе сдаться, да? Да, он предлагал сдаваться уже. Десять шоколады хотели купить, даже полу. Но я выдержал. Вот это выдержка, вот это сила характера. Шахматные турниры в Лабытнанге проводятся часто, но в этот раз первенство окружного масштаба. Участниками интеллектуального марафона стало 48 детей в возрасте до 9 лет. Команда Лабытнанга могла выставить побольше, но в данный момент выставили 8 человек, так как хотим побороться за места. То есть шансы есть у нас, особенно у девочек. У мальчиков тоже будем надеяться, что шансы есть. Но предугадать здесь невозможно. Победный билет на участие в шахматном первенстве России вытянула воспитанница школы юна Светлана Биланова. Среди мальчиков лучший результат у Федора Станкевича из Нового Рингуя. Борьба была сложной, но, как признали сами дети, интересной. Светлана Келли, Эдуард Захаров, информационное агентство Лабытнанги. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире на страницах информационного агентства Лабытнанги. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok